МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша и программа «По существу». И у нас в гостях сегодня российский актер, народный артист России, лауреат Государственной премии Российской Федерации Авангард Николаевич Леонтьев. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, с 1 по 5 мая у нас в республике проходил большой международный, можно сказать, такой фестиваль юношеских СМИ и студенческих, вы принимали в нем участие. Вот подобный опыт у вас, вы принимали до этого участие в подобных мероприятиях, в подобных фестивалях, или для вас это что-то в новинку впервые? Нет, мне приходилось уже бывать на юношеских фестивалях и встречаться с ребятами, которые занимаются таким очень современным делом, как видео, видеопродукция, фильмы, видеотелевизионная журналистика, документальное кино. Но я с ребятами, когда встречаюсь, я говорю с ними о слове, о значении слова в журналистике, в литературе, о слове на экране, в эфире, как научиться его не упрощать до технического языка, как научиться быть очень точными по смыслу и выразительными. Для этого большие возможности есть в разных языках и в русском в том числе. Поэтому я читаю ребятам произведения русских классиков. Читаю я наизусть. Я сначала работаю над этим, я разбираюсь в замысле автора и потом пытаюсь донести этот авторский замысел до ребят. Поскольку это замыслы Толстого, Лермонтова, Горького, русских великих писателей, то я получаю от этого большое удовольствие, да я вижу, что и ребятам интересно. И они, может быть, как раз в отличие от меня, встречаются порой впервые, что ли, вот с классической литературой, ну в таком объеме, или так задумываются об этом. Мне кажется, в этом большая польза. Ну вот в этот раз было более 300 участников вот этого фестиваля. Большой коллектив, но со всеми, наверное, не получилось. Все не могли в зал вместиться. А вот те, которые поместились, те, которые увидели, услышали, вот была ли разница видна, то есть до начала вашего выступления, когда вы с ними вот только-только, можно сказать, налаживали контакт визуальный, то есть они на вас посмотрели, вы на них посмотрели, и после? Ну, после окончания они меня уважали больше, мне так казалось. Как вы выбираете произведение, которое будете со сцены озвучивать? Ведь это ведь все-таки большая ответственность. Выбираю я произведение, я выбираю, которое мне нравится прежде всего. Это какие? Мне самому нравится. Ну, все, мы тут, у нас короткий эфир. Вот я вам говорю, что я читал в данном случае рассказ Николая Лескова и поэму Алексея Константиновича Толстого. Я их выбрал, Толстого выбрал за замечательную сатиричность, ироничность, за юмор. А Лескова выбрал за его трезвый взгляд на нашу российскую проблему, извечную вековую, несдержанность и проблема, связанная с отсутствием воздержания при употреблении горячительных напитков. И какие бывают результаты? Вот Лесков писал об этом с юмором, сатирически, ну и как-то пытаюсь показать, что, в общем, лучше, конечно, научиться сдерживаться. И вот там есть некие рецепты с помощью чего. А из современных писателей, авторов, которых великое множество, вы кого-то читаете, предпочитаете? Нет, честно говоря, нет, у меня не доходят руки до этого. А, не доходят? Да, да. Я вот остался с классикой. С советской классикой, с русской классикой. Современную литературу. К сожалению, у меня вот не доходят руки до нее. И глаза не доходят. А больше проза или поэзия все-таки? Есть люди, которые обожают поэзию? Нет разницы. Есть такие поэты, как, например, Марина Цветаева. У нее гениальные стихи, и проза у нее гениальная, и очень поэтичная. И такая же мощная, как ее стихи. Так что у большого мастера слова и проза бывает поэтично, и так же выразительно, и так же кратка. А ваша миссия в таких фестивалях – это донести слово, показать, как оно должно звучать. Вот кем вы себя ощущаете? Учителем? Проводником. Нет, я себя ощущаю проводником мыслей, чувств великих людей, классиков нашей литературы. А молодежь на это идет охотно? И старается ли она? Или их все-таки нужно зацепить чем-то, убедить, заинтересовать, и они достаточно такие, ну, со стороны наблюдателей? Ну, так вы спросите у молодежи, как они? Я не знаю, как они там. Слушали они очень хорошо. Слушали хорошо. И иногда бывает, что приходится останавливаться, прерывать свое выступление и делать в корректной форме, я стараюсь, сдерживаясь, замечания. Тем ребятам, которые отвлекаются, там, перешептываются, ну, отвлекаются. А здесь, кстати говоря, мне не приходилось даже думать о том, что кто-то мне мешает в зале. Это приятно. Было очень хорошее внимание, да-да-да. Во время фестиваля проходил конкурс журналистских работ. То есть ребята привозили свои детища, можно сказать, они над ними работали. Видеоматериалы, программы, передачи. Вам удалось с чем-то познакомиться? В этот раз, к сожалению, нет. Потому что я очень накоротко приехал. У меня был спектакль в Москве, в художественном театре. Я выбрался на фестиваль только на один день. Поэтому я ребячьи работы не посмотрел, к сожалению. Но я бы очень хотел выступить здесь и почитать и поэзию, и прозу на выбор организаторов. У меня, кстати, есть такая надежда, что я, может быть, когда-нибудь появлюсь в Чебоксарах с литературным концертом. И уже не для детей, а для взрослых. Уезжаю я с подпиткой хорошего настроения отсюда. От людей именно. Это очень радует. Мы рады. Спасибо большое, Авангард Николаевич, за интересную беседу. На все вопросы наши ответили. Приезжайте к нам еще. Мы всегда будем рады. Спасибо большое. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи на национальном телевидении Чуваши.